Привет, друзья! Меня зовут Василий Вишневский и сегодня я расскажу об автомобиле, который я купил взамен своей Kia Rio 2011 года. Я купил Renault Duster для того, чтобы повысить свою проходимость по бездорожью, а точнее по обычным грунтовым дорогам, которых в России гораздо больше, чем хороших асфальтированных, и спокойно подъезжать к местам съемок птиц. Купил я ее по трейдину. Трейдин, это кто, если не знает, сдаешь старую, ее учитывают, за счет этого тебе дополнительную скидку какую-то дают. Ну и, соответственно, машина получается в зачет стоимости предыдущей. И у меня предыдущая была довольно долго, с 2011 по 2021, ну получается примерно 10 лет, была Kia Rio. Это старый еще кузов 2011 года. Седан, не, не седан, а этот хэтчбэк, у которого вверх задняя дверь открывается. И я отъездил на ней больше, по-моему, порядка 110 тысяч километров. Никаких серьезных нареканий к ней нет, кроме, естественно, клиренса или посадки, которые заметно ограничивают продвижение. Ну и для того, чтобы можно было проще с меньшей головной болью ездить по грунтовым дорогам, лужам, грязи, даже иногда снегу, вот для этого я и поменял автомобиль. Сегодня я расскажу о его проходимости, о его плюсах и минусах по комфорту, по расходу бензина. Я взял бензиновый двигатель, соответственно, 4 колеса, полный привод взял, 2-х литровый двигатель, машина 2015 года и автомат. Вот, что тоже важно. По идее, часто говорят, что нужно брать механику, если вы ездите по бездорожью, чтобы можно было в раскачку выезжать. Ну, я взял автомат, расскажу, почему, и расскажу, были ли какие-то сложности за время владения с марта 2021 года по, ну, уже получается, практически август 2022. То есть, два сезона я летних полностью отъездил, ну, и один зимний уже тоже, фактически, машина протестировала. Ну, давайте, прежде всего, да, видите, у меня даже с собой записал все, чтобы не забыть рассказать об этом автомобиле. Осмотрим общий вид автомобиля. Это, получается, тоже хэтчбэк. Сверху, то есть, снаружи кажется такой достаточно крупненькой машиной, пузатенькой, как мыльница, но внутри, на самом деле, довольно тесно. Ну, прежде вот, часто говорят, что вот эти пороги слишком мешают людям, и они пачкают штанину. Ну, я пачкаю штанину об эти пороге только, когда сажусь, когда слишком плотно паркуешься между двумя автомобилями, и места мало, тогда, да, я могу испачкать. А вот так, в принципе, мой рост метр восемьдесят два, и длины нот мне хватает, чтобы абсолютно комфортно садиться в автомобиль. И мне вот эти пороги, наоборот, нравятся тем, что они, получается, дополнительно защищают машину. Ну, может быть, это еще высота подвески влияет. Вот когда по мелким лужицам едешь, скажем, та же Kia Rio всегда была внизу в результате брызгах и грязи. А этот автомобиль нет. Вот здесь даже видно, что... Ну, сейчас уже часть брызг сошла, что по таким лужам я проехался. Вот, но при этом сбоку ничего не попало. То есть, та пыль, которая здесь есть, это вообще старая. Давайте сяду. Да, обратите внимание. Так себе, конечно, изоляция. То есть, тут основной смысл, что вот люди, когда вот так садятся, они пачкают обувь. Но это должно быть длинное бедро, и тогда проблем нет. То есть, я раз сажусь, я не пачку об этот порог. Но зато внутри тут прям беда, друзья. Особенно по сравнению с Kia Rio. Первое, это вот эта дурацкая выпирающая колонка. То есть, зачем так сделано? Вообще непонятно. То есть, видите, она встает ровно, где должна быть моя нога. Мне, естественно, это неудобно. Причем, самое досадное, что и у новых автомобилей, которые в 2021 году, по-моему, вышли, или в 2020. Все то же самое. То есть, также вот так выпирает вот эта вот колонка, по-моему. И я вообще не понимаю, зачем это сделано. Кстати, в этом плане я вспоминаю обзор какого-то известного обзорщика автомобилей, который весь обзор делал с курицей под мышкой. И еще так около нарочито специально, чтобы подчеркнуть такой сельский уровень автомобиля. То, что он для деревни предназначен и так далее. Для каких-нибудь фермеров, пенсионеров, как он еще говорит. И я смотрел, и мне было забавно. Я думал, ну ладно, это ты придираешься, друг. Ну, а по факту, действительно, там, особенно внутри автомобиля, все сделано, чтобы, как он сказал, чтобы ты страдал и чувствовал свое место. Потому что есть более дорогие модели. Там, например, ну, тот же Nissan X-Trail, он, по-моему, тоже на сопоставимой базе. Да, он по комфорту. Хотя там тоже тесно. Nissan X-Trail, особенно вот этих квадратных старых, внутри тесно. Я ездил на, по работе, более новом Nissan, да, там он и пободрее едет, и внутри все более комфортно сделано. Вот, но если именно возвращаться к Renault Duster, то во всех автомобилях, какая там линейка не была, везде внутри все сделано так, чтобы ты не забывал, что ты купил машину повышенной проходимости, но эконом-класс. Вот это особенно касается внутренних частей, я про это еще поговорю. Пока давайте еще внешне пройдемся. К стандартной комплектации идут вот эти вот, как их они называются, Rail, Rigi или... Ну, в общем, для багажника они предназначены и, возможно... А, кстати, они металлические. И, возможно, кстати, одна из этих штук в апреле прошлого года спасла мне жизнь, потому что во время сильного урагана я находился в машине, упал тополь. И основной ствол... Нет, не с этой стороны. Основной ствол прошел слева, а очень толстая ветка прямо поперек рухнула сверху. Соответственно, лобовое стекло треснуло, там вылетело заднее... Так, то ли это... По-моему, это, да, стекло вылетело. Но самое главное, что я остался жив. И, возможно, благодаря вот этим штукам усиливающим. Дальше вот что-то... Просто все, что вижу, буду сразу говорить. Антенка вот эта, на мой взгляд, очень слабая. Так себе держит радио. Хотя у меня радио плохо держало и в Киа-Рио. Поэтому я тут не могу сказать, что делать. А я вот люблю радио слушать, особенно когда по Москве езжу. Есть у меня там некоторые любимые станции. Но и даже в Москве они не везде ловят. Справа находится лючок. Нормально изнутри, по крайней мере, есть защелка. То есть так плохо его не откроешь. Багажник. А вот багажник по-дурацки сделан на кнопке. Даже на Киа-Рио была все-таки снизу педалька. То есть ты в любом случае испачкаешься. Потому что кнопка, конечно, всегда принимает часть на себя. Так. Ну и внутри тут особо не разгуляешься. То есть не так уж много места в багажнике. Ну, конечно, побольше, чем в Киа-Рио. Ну, можно что-то положить. Мешок картошки точно влезет. Плюс вот здесь еще немного места. А единственное, что плюс, что тут полноразмерная запаска. Вот. И, кстати, я вот не знал, домкрат вот здесь спрятан. Сбоку-справа. Я когда машину покупал... Кстати, машину я брал в этом, ну, соответственно, в каком-то салоне по перепродаже, да. До этого много других салонов пересмотрел. В основном были очень сильно ушатанные машины. Я смотрел, это 21-й год был. Там, март-февраль месяц. В диапазоне там 600, 700, 800, 900 тысяч рублей. Тогда такие цены были на бушные реношки. Ну, были и дорожки, которые совсем молодые. Но я молодые не искал, поскольку я хотел брать именно автомат. Вот. А, соответственно, новые автомобили, это уже идет там то ли робот, то ли вариатор. Ну, говорят, тоже неплохо, но считается, что автомат надежнее. Причем здесь старый автомат, четырехступенчатый. Может, за счет этого она больше ест. Не знаю. Ну, вот. Когда я брал, мне этот самый парень, который рассказывал, показывал автомобиль. Я говорю, а где домкрат-то? Он что-то посмотрел, посмотрит. Да, говорит, похоже, что нету. И так мы домкрата не дошли. И потом, только когда я уже домой приехал, почитал эту книжку. И думаю, а, домкрат должен быть там-то. Пошел, посмотрел. И, кстати, мне вот этим понравилось, что вот в этом салоне парень, который рассказывал про автомобиль. Он как-то, знаете, не давил ничего. Просто так спокойненько. Хотите берите, хотите нет. Не говорил, что ее прямо сейчас заберут. Я уже готов был прямо деньги внести в первый же день при осмотре. Он говорит, да нет. Что вы, вы будете брать? Я говорю, ну да, планировал. Он говорит, ну приезжайте там, когда вам будет удобно и возьмете. А я говорю, а броня? Он говорит, ну мы так забронируем. Просто за вами и все. По номеру телефона. Это просто какое-то стечение обстоятельств. Вот. И, в принципе, уже полтора года прошло. Да, машина не новая, но, насколько я понимаю, серьезных каких-то вот проблем с ней не было. Потому что я до этого ездил в кучу других салонов. Да, там может быть чуть дешевле. Там на 100, на 50 тысяч рублей были мы автомобили. Но ремонт там требовался гораздо больше. Потому что прям по приезде... Причем звонишь по телефону, я говорю, нужно что-то делать с машиной? Нет, ничего не надо. Приезжаешь, они прям тут же поворачивают к тебе монитор и говорят, вот список рекомендуемых починок. Ну и самое главное, большая часть автомобилей, которые мы включали, заводили. Когда я приехал, смотрел, вот эти Renault Duster. У них просто ужасно громко работал мотор. Такое ощущение, что, знаете, в банку консервную болтов накидали. И вот так, крутить если. Я говорю, вот вы собираетесь это продавать. Да, 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 все нормально. Ну, они говорят, все так гудят. Мне было это вообще просто дико слышать. То есть, мотор должен, да, гудеть, но гудеть... Давайте я включу, как нормальный мотор должен гудеть. Вполне, так сказать, адекватный Renault Duster. Изводиться она должна не очень сложно. Ну-ка, что тут у нас вот с пробегом? То есть, за полтора года я отъездил... А, тут не покажет. Я купил где-то с пробегом 57, ну, где-то 12 тысяч всего лишь километров. То есть, у меня не стоит цель ее там гонять много. Ну, вот и все. Вот так должен гудеть автомобиль. Безо всяких дополнительных посторонних звуков. Хотя, кстати, у этого автомобиля есть... Могут быть посторонние звуки, свисты. Так, сейчас. Могут быть свисты из-за вот этого товарища. Вот он, маленький клапан картерных газов. Я даже знаю теперь, как это называется. Кроме того, вот проблемы могут быть с трубками кондиционера. Где он там идет-то? Нет, вот он. По-моему, да? Ну, я о проблемах и недостатках еще скажу, с которыми я успел столкнуться вот за это время. А так вот, вот как должен гудеть мотор. Примерно. Безо всяких посторонних шумов и свистов. Да, ну, пока включена машина, сразу покажу. Еще один недостаток внутри. И обратите внимание, где находится магнитола. Это просто издевательство над водителем. Вот у меня рука лежит, как положено, на руле. И вот, как я вижу магнитолу, реально, вот от глаз сейчас камера. То есть рука полностью закрывает. И я, если хочу посмотреть на навигатор, да, мне нужно либо вот так вот поджимать руку, либо вот так спускать вниз. И тогда я увижу. И то она очень низко находится. Она должна будет находиться вот здесь, где вот эти дефлекторы находятся. У всех нормальных автомобилей здесь она и находится. Ну, либо хотя бы вверх как-то она должна быть поднята. В общем, это, кстати, не родная магнитола. Я, когда покупал у автомобиля магнитола родная, была сломана, что-то не работало. Ну, и я у дилеров поменял. Причем, вот что интересно, я, что автомобиль купил благодаря видео на YouTube, что менял вот эту магнитолу, тоже просто нашел, там, по-моему, кузница звука, что ли, и тоже вот поехал и менял в контору, которая выкладывает видео на YouTube. И также вот про, соответственно, салон. Автомам, по-моему, называется. Это, друзья, не реклама. Это вообще не рекламный ролик. Это тут просто хочется мне рассказать, и все. А, вот хотел еще. Да ладно, что так скажу. Что здесь только в передних стеклоподъемники есть. Механические или как? Нет, не механические. С приводом. С приводом. Только в передних. А в задних там, соответственно, ручка. Крутилка, как они называют. Мясорубка. Ну, я не знаю, как можно вот на этом экономить. Даже в моей супер-эконом-класса Kia Rio везде были электроподъемники. И очень маленькое, особенно с Kia Rio в сравнении, очень маленькое зеркало. Просто ужас. Мне она абсолютно не нравится. Ну, привыкаешь, что делать. Маленькое зеркало, широкая стойка. Вот она иногда может прям пешеходы закрыть слева. И регулировка, кстати, вот этих зеркал. Вот находится вот под этим рычагом. Я не знаю, кто до этого додумался. Это просто идиотизм. Настолько это вот неудобно. Ну, посмотрите. То есть нужно как-то повернуть. Да, там. Сейчас я намного вообще поставлю. И начать там регулировку. Ну, хорошо, конечно, хоть она электрическая, но... Но это... Это просто ужас. Так быть не должно. На мой взгляд. Да, когда я только взял автомобиль, на нем были дешевые какие-то покрышки уже совсем исхоженные. И я ездил, прямо все было, казалось дубом, как будто на пластике ездишь. И потом, когда я в мае поменял, я вздохнул свободно. Я поменял на АТ-шную резину. То есть летнюю. АТ это означает, что 50 на 50 примерно соотношение бездорожья и, соответственно, асфальтированной дороги. И это вот видно по протектору. Видите, он какой... Как бы его назвать правильно? Достаточно рельефный, чтобы цепляться по грязным дорогам. Но при этом есть какой-то намек на направленность, что позволяет более или менее нормально ехать по обычным автомобильным дорогам. Стоила она около 800 тысяч рублей в салоне примерно. Мою машину зачли где-то за 300-330. То есть 30 тысяч там за трейд-ин было сверху. Тоже нормально. По сравнению со всеми другими салонами на тот момент, соответственно, мне предлагали и больше сумму за мой автомобиль. И даже после проверки они сказали, что если серьезных проблем с автомобилем не будет, с моим Kia Rio, сказали, что набавят 10 тысяч. Ну, я думал, что это такая фикция, что наверняка что-нибудь найдут. Но нет, они вот там нашли что-то там. Рекомендуется подтянуть там какую-то стойку, еще что-то. Ну, такое несерьезное. Я думаю, ну, наверное, сейчас на это сошлются и 10 тысяч добавлять не будет. Нет, они добавили. Перед этим я буквально там десяток или 15 машин уже посмотрел. И со всеми были проблемами. Тот же там дизель, он не завелся. То есть дизель я немного рассматривал, но не всерьез. Потому что, ну, к дизелю какое-то предвзятые отношения у нас, да. Ну, и я не исключение. Хотя вот за дизель выступал, знаете, кто? Мне один раз попался перед, еще до покупки машины. Таксист подвозил, и он был на Renault Duster, представляете, в Москве. Интересный, конечно, способ. То есть автомобиль для того, чтобы заниматься извозом, на мой взгляд. И вот он говорил, что у него до этого был бензиновый и автомат. И вот он много жрал. Я подтверждаю, так и есть. Много ест, и я об этом расскажу чуть ниже. И он поменял на механику дизель. И все. И вот у него там по трассе, он говорит, там 7 литров, 8, что-то такое. Не знаю, насколько это правда. Потому что один из дизелей, который мы смотрели, как раз еще было холодно в марте или феврале смотрел я. Он с первого раза не завелся. Они пошли и принесли другой аккумулятор. Что-то там плясали-плясали. Минут через 20 завели. Но для меня это стало, конечно, маркером, что точно брать этот автомобиль не стоит. Тем более, что во многих салонах начинают вот так психологически давить, что вот сейчас прямо эту машину другой человек приедет, заберет. И мне, когда начинают такую лапшу на уши вешать, я сразу говорю, да, ну, пускай забирать, что ж. Я еще посмотрю. Хотя, наверное, хорошие автомобили действительно могут забрать. В наследство от предыдущих владельцев, по-моему, два владельца, что ли, было, мне достались дефлекторы. И оказалось, это действительно удобно. Хотя я не курю, конечно. Но это удобно в том плане, что, во-первых, когда дождь, гораздо проще немного приоткрыть стекла. И не нужно там кондиционер вырубать на полную мощность, чтобы он подсушивал запотевание. А вот приоткрыл и нормально едешь. Ну и кроме того, например, когда там жара сильная, можно приоткрытым оставлять под дефлектором стекла. Да, чтобы меньше внутри накалялось. Кстати, я хотел брать серебристую, потому что у меня была Kia Rio серебристая. И это заметно помогает именно во время жары. Меньше температуры внутри салона. Потому что отражающая способность серебристого цвета, она гораздо выше. Ну, а эта, считаю, она почти черная, темно-зеленая. Да, она более органично смотрится где-нибудь на природе. Хотя мне это не всегда удобно. Мне иногда удобнее машину использовать как ориентир, что ее видно издалека там в зелени. То есть какая-нибудь красная, может быть, была бы лучше. Но красная, я думаю, также греется не меньше, как и зеленая. Но на АБУ рынке, как говорится, на вкус и цвет там особо не разбежишься. Так что вот, что есть, то есть. Так, что еще по внешнему сразу можно сказать. Ага, еще раз повторюсь, что я взял вот эти АТшные Матадор шины и посоветовал мне их практически мой одноклассник в Новомичуринске. И ему большое спасибо. Вот он говорит, да возьми АТшные Матадор. У меня, говорит, несколько знакомых ездит, очень нравится. Ну, вот я подобрал, какие были, взял. И она мягкая. Да, она, может, там шумная, но терпимая. Не сказать, что катастрофично. Шипы все равно сильнее, например, зимние шумят. А на них хочешь, не хочешь, ты ездишь. И, но самое главное, то, что она потрясающая. Ну, не потрясающая, но очень хорошо для меня ведет себя на грязи. Например, если я выезжаю в какой-нибудь грунтовой дороге из лужи, если бы была другая шина, я бы тут же соскальзываю в клею. Правильно? Ну, не будет держаться мокрая шина обычная на грязной дороге. А это вот, как ты ехал по дороге, так она и едет. Как будто ты даже в лужу не заезжал. Вот это, на мой взгляд, преимущество этой шины. Хотя, когда вот был прям ливень, и он только начался. Когда ливень только начался, ты едешь, и дорога грунтовая, она как будто маслом смазана. И да, меня немножко так влево-вправо возило, хотя я включил принудительный полный привод. Но все-таки резина тут чуда не производила. Все-таки меня немножко так туда-сюда была определенная погрешность. Но самое главное, я ехал. Я ехал, и это, кстати, один из моментов важных для автомобиля, что у него так называемый низкий крутящий момент, насколько я понимаю правильно, если это называется. То есть на медленных оборотах машина может себя вести, в отличие от большинства переднеприводных таких автомобилей городских, типа Киарио тоже. То есть там нужно либо очень сильно буксовать, то есть на высоких оборотах, и это есть надежда, что ты выедешь, либо никак. Так, а на этой вот ты можешь медленно, потихонечку ползти. Какое назначение. Что еще нужно сказать? А, была дубовая резина Нокиан. Нокиан, какая-то экстра лот. Ну, скорее всего, она просто была старая. Там, по-моему, год старый был. Поэтому она была просто как пластик. И на ней была просто ужасная проблема. Я старался особо не гонять на ней вообще. Да и, в принципе, этот автомобиль не предназначен для каких-то резвых развлечений, на мой взгляд. Еще важный такой плюс этого автомобиля в том, что она очень распространенная. Потому что ее берут на дачу, на рыбалку, охотники, пенсионеры. Те же. В большинстве случаев, кстати, вот я вот смотрю, кто ездит на Рено Дастерых, действительно люди в возрасте, либо рыбаки. И это обеспечивает наличие запчастей. Как раз таки вот, когда тополь опять-таки упал, у меня еще пострадал и капот тоже. И даже вот в Рязани нашло, на разборах удалось найти вообще в цвет капот. То есть даже красить не пришлось. Вот купили, ну и заменили вот этот капот после повреждения деревом. То есть в плане запчастей, вот Рено Дастер получается гораздо удобнее какой-нибудь там, ну более дорогой или менее распространенной машины. Вот в этом классе, классе таких полувнедорожников, наверное, так их можно назвать. Да, и мне, кстати, когда ставили вот эти... Это, кстати, родные, родные эти, как это называть, штамповка, да. Очень они мне нравятся. Зимнюю резину я поставил на тоже на родные, но как диски литые купил их. Там даже бушные, там даже стоит, по-моему, производство почему-то Италия, что ли, там стояло, я не помню. То есть настоящие. Но единственное, что я не знал и не учел, нужно было их все-таки обработать и покрасить. Хотя они выглядели внешне хорошо, вот эти диски. Потому что вот эти бескамерные шины, для них важно, чтобы диски были в хорошем состоянии. И у меня вот зимой начала периодически одна из шин спускать. Что-то там пытались сделать, и мне в салоне сказали, что это вот из-за того, что диски не крашены. Ну, я просто купил камеру и вставил внутрь. Да, там многие говорят, что это не совсем безопасно. Ну, может быть, на высоких скоростях, да, и не совсем надежно. Но я вот таким образом ездил на Kia Rio, по-моему, года три или четыре. У меня в одной из шин стояла камера. И я для себя никаких проблем не отметил. Поэтому вот у меня в зимней резине в одной из камер стоит, в одной из шин стоит камера из-за того, что подспускал диск. Хотя в будущем, возможно, придется при следующей смене покрасить диски. Самое главное – проходимость автомобиля. Конечно, по сравнению с любой городской машиной, типа Kia Rio, что у меня была, естественно, вот эта с более высокой подвеской, клиренсом, она позволяет прямо очень сильно расслабиться. И в тех местах, например, где нужно очень точно позиционировать автомобиль, где вот такие вот ямы, горки одновременно, и нужно следить, чтобы не задеть, ну, даже защитой картера не задеть брюхом землю, нужно прямо четко вести автомобиль. Я, кстати, понимаю, что на Kia Rio я был таким виртуозным водителем по грунтовым дорогам после вот этого автомобиля, потому что на этом автомобиле, если есть рабочая грунтовая дорога, по которой ездят другие машины, значит, практически в 90% случаев, что и ты по ней спокойно можешь ехать. И, как правило, даже не сильно следить за вот этими всеми неровностями, ну, за, конечно, самыми крутыми исключениями, а больше там наблюдать, где какая-то птица пролетела или еще что-то в этом духе. Абсолютно спокойно воспринимать всякие небольшие лужицы, да и даже большие, если знаешь, что там дно в наличии, ты можешь по ним проехать. В то время как на той же Kia Rio мне нужно было либо с разгону проезжать эти лужи, либо объезжать их, либо вообще оставлять автомобиль и идти пешком, как я, в общем-то, и делал во времена, во время сильных дождей. О, комары на машине. Во время сильных дождей мне приходилось, вот у меня есть там такие тростниковые крепия на берегу Прони, рядом с городом Мещуринском, где, если сильно заливает, то получается такая лужа, из которой не все и не всегда могут выехать. И поэтому я не рисковал, а оставлял автомобиль рядом в городе и надевал тяжелый костюм забродный и брал с собой всю необходимую технику и со всем этим хозяйством шел пешком. Ну, там может быть метров 700 пешком, кажется, немного, но, соответственно, во время жары и со всем оборудованием получается тяжело. И иногда, соответственно, ты думал, а, пожалуй, я сегодня не поеду на Гресс, у нас на Мичуринск Гресс он называется, потому что рядом станция. Пожалуй, я где-нибудь в деревне тут поснимаю. И причиной этому было просто низкая проходимость автомобиля Кио Рио. А с этим я вот мог ездить каждый день. И мне кажется, не совпадение, а закономерность, что вот в этом году как раз с этой машиной мне удалось заснять, например, птенчиков малого погоныша. Дело в том, что они довольно долго сидят на гнезде, поймать момент трудно. И нужно реально прямо каждый день ездить и проверять, ездить и проверять. И на Кио Рио я бы это сделать не смог из-за дождей. А на этой я вот ездил, спокойно проезжал там, где большинство машин обычных останавливались и не ехали. Я проезжал по этой луже, я покажу видео, и добирался до места практически и проверял, как дела у моих подопечных. Поэтому вот эта проходимость для меня являлась главным критерием при выборе автомобиля. И, в общем-то, я готов был мириться со всем неудобством внутри, которое есть. Я дальше сейчас скажу о недостатках автомобиля. Я, кстати, не сторонник специального поиска сложных мест и проверяния того, застрянет автомобиль или нет, поскольку у меня нет ни лебедки, ничего бы то ни было еще. Траки только у меня пластиковые остались. Еще когда Киа Рио была, они меня выручали, когда я не мог выехать после оттепели и резких морозов. Я не мог даже с гладкой парковки выехать на Киа Рио. Но у меня там не было шипов на Киа Рио. И я подкладывал такие пластиковые траки под колеса. И благодаря этому выезжал. Это единственное, что у меня вот есть для бездорожья. А во всех остальных случаях я просто не стараюсь найти что-то сложное и проверить. У меня такой цели нет. И, может быть, поэтому я не застревал пока что, по крайней мере, на этом автомобиле. А на Киа Рио я каждый год хотел я этого или нет. В разных, достаточно глупых иногда ситуациях застревал. Один раз даже был момент, когда я в маленькой лужице застрял одним передним колесом. А там же передние ведущие. И, ну, в раскачку кое-как удалось выехать. Здесь это, в принципе, невозможно, поскольку здесь четыре ведущих колеса. И вот сейчас как раз я хотел поговорить о возможности привода. То есть практически всегда, даже по бездорожью, я езжу в режиме ауто. И по городу тоже. Я пытался включать 2ВД, когда только передние ведущие. Но в этом режиме, в этом режиме 2ВД я рассчитывал на что? Что будет меньше расход. Но поскольку меньше расхода даже на трассе не был, я вообще перестал его использовать. То есть я для себя особого смысла в нем не вижу. А вот режим лок я иногда использую. Но крайне редко, когда действительно вижу, что прямо грязь лужа. Чтобы у машины не теряло время на раздумье относительно того, полный привод включать или нет. Я сразу включаю полный привод и спокойно проезжаю такие рискованные места. А во всех остальных случаях, даже когда по бездорожью сухому езжу, всегда у меня включен ауто. И, соответственно, автомобиль сам подключает задний привод, когда находит в этом необходимость. И, на мой взгляд, он прекрасно справляется. А, соответственно, говорю, расход 2ВД или ауторежим вообще не заметил разницы. Ни по городу, ни по межгороду. Может быть, по бездорожью 2ВД меньше было бы, я не знаю. Но, вот я повторюсь, я включаю ауто, чтобы не ломать голову. Мне этот режим устраивает. Езжу я всегда в режиме автомат, хотя тут есть возможность. Так, ну-ка покажу. Переключение в ручной режим. Но я его вообще ни разу не использовал. Кстати, есть вот эта кнопочка для включения зимнего режима. Я, честно говоря, не знаю, за что она отвечает. Но зимой я ее включаю. И самое главное. Автомат, на мой взгляд, он 100 раз умнее меня. Особенно по бездорожью, особенно когда медленно едешь. Поэтому я абсолютно не жалею, что взял автомат. Тем более, что я на них ездил... Тем более, что я на механике отъездил вот сколько? 10 лет на Kia Rio. Просто для того, чтобы уметь ездить на механике. Я именно так брал. То есть не из экономии, потому что тогда, когда я брал Kia Rio, по-моему, разница между автоматом и механикой была буквально 30 тысяч рублей. Даже по тем деньгам, когда я брал Kia Rio, это было немного. И, естественно, я мог себе позволить автомат. Просто брал механику, поскольку считал, что надо уметь ездить на механике. А сейчас я взял автомат, потому что на механике ездить умею. Умею и бог бы с ним. Потому что на автомат это просто... Просто по-другому и не должно быть, на мой взгляд. Это во-первых. А во-вторых, тут еще кроме этого есть круиз-контроль. Круиз-контроль и лимитер. Плюсик, минусик. Добавление там по плюс два, минус два километра в час можно добавлять. Вот. Возврат из памяти. Сброс, по-моему. Ну и вот они включаются. Тут круиз-контроль. Или лимитер, или наоборот. Вот так в нейтральном положении они выключены. Ничего сверхъестественного в этом плане здесь нет. Но это очень выручает. Особенно, когда едешь по трассе. Можно спокойно выставить там, соответственно, если скоростная трасса до 118... О, 130, да, значит, 100, 100, 100, 110, 130 максимальный вдох. 126, 128 можно выставить скорость. И машина нормально едет в этом режиме. На автомате ты только следишь за дорогой. Тебя не волнует контроль скорости. При необходимости тормозишь. А потом нажимаешь опять кнопочку R, и она набирает опять ту скорость, которую ты ей установил. И это прямо супер. То есть, кто не пользуется круиз-контролем, я вам сочувствую, друзья, потому что это обалденно удобно. Я с этим столкнулся в первый раз на рабочей машине и сразу понял, о, классно, если буду менять машину, буду искать с круиз-контролем. Хотя я и не акцентировал на этом внимание, но вот эта машина мне с круиз-контролем досталась, и слава богу. И лимитр тоже я иногда использую, особенно в городе. Выставляю принудительно там 78 км в час, чтобы она вообще не набирала. И это тоже помогает избегать ненужных штрафов на ровном месте за случайное превышение скорости. А, по обгону еще хотел сказать. Ну, по обгону, да, она, конечно, не супер-пупер, но у нее есть как минимум два режима ускорения. Например, когда ты начинаешь обгонять, утапливаешь посильнее педаль газа, и машина, я прямо это чувствую, переключается на пониженную передачу. Правда, да, некоторая задержка есть, она гудит, как положено. И причем, если еще сильнее утопить, она еще сильнее переключится, и это позволит, соответственно, более или менее безопасно обогнать какую-нибудь фуру. Потому что именно быстрый набор скорости на высоких уже предыдущих скоростях крайне важен для безопасности обгона. Ну, и этот автомобиль, в принципе, позволяет нормально обгонять. Вот, когда едешь там 80, 90, 100, 110, вот в таких режимах она обгоняет вполне адекватно. Не очень прям безупречно, потому что я, например, ездил на Nissan X-Trail. Одном из последних, конечно, он гораздо резвее, веселее это делает. Или еще я ездил на Skoda Turbo по Doom или вроде того. Там вообще просто обгон, это ты решил обогнать, все, спокойненько раз, обогнал и поехал. Да, друзья, по комфорту это прямо отдельная песня. То есть я могу вам сразу сказать, если можете себе позволить что-то более комфортное, хотя я не могу назвать себя там предвзятым пользователем, честно, но если можете позволить, берите, берите то, чтобы комфортнее. Там, может, какая-нибудь Toyota, я не знаю что, но не Duster. Duster, он принудительно сделан так, чтобы пользователь страдал. Это так и есть. Сейчас вот неполный перечень, он у меня... А, он как-то отражается. Ну ладно. Значит, магнитола не видна. Я сказал, да, что получается, что рука закрывает магнитолу. Сейчас еще раз продемонстрирую. Вот она, это магнитола. И рука просто, просто закрывает ее. Ну это ужас. Это, друзья, катастрофа. Это главное. Потом, динамик у меня... Динамик занимает место, где должна быть нога. Причем, если вдруг кто не знает, у мужчин из-за узкого строения таза как раз вот это в развалочку колени, это не потому, что нам хочется так, а потому, что по-другому нам, в принципе, неудобно сидеть. И автомобиль не исключение, особенно, когда долго едешь. Ну, как-то уже попривык худо-бедно. И причем, ладно бы, если бы этот динамик выдавал там потрясающий звук. Ну ладно, можно потерпеть ради хорошего звука, да? Нет. Звук тут даже хуже, чем в Киорио. Хотя в Киорио вообще неплохой был звук, на мой взгляд. А тут прям беда с этим. Ну да ладно. Слушать можно, поскольку я не меломан, то я этот не могу назвать сильным недостатком. Бардачок. Бардачок какой-то он дурной. Он заедает постоянно. Сейчас покажу. Что-нибудь попадает вот в эти. Вот он бардачок. Условно кажется, что большой. На самом деле нет. Потому что он какой-то узенький. И вот в эти щели, вот сюда, постоянно что-то попадает. И, соответственно, закрыть никак не можешь. На мой взгляд, могло бы быть, могло бы быть более продуманное решение с бардачком. Так, мясорубка на задних стеклах. В плане того, что нужно вручную крутить. Это тоже очень-очень плохо. Но это связано вот с тем, что много комплектаций таких, где на задних сиденьях, на задних стеклах нету электропривода, электроподъемника. Да, нету подлокотника здесь. Опять же, на том же Kia Rio подлокотник был. Вот сейчас. А тут он отсутствует. Видимо, они сочли, что это прямо очень большая экономия. Дальше. Нет. Зеркало для водителя. Вот это тоже странно. Я так понимаю, что водитель должен быть хардкорный. И просто ему не положено смотреться никуда. Здесь ничего нет. Только вот эта наклейка. Дурацкая. И вот сюда, я не знаю, что сюда деньги положено засовывать. Не знаю, для чего она предназначена. Ну, по крайней мере, для пассажира на переднем сиденье зеркало есть. А водитель, насколько я понимаю, должен смотреться в зеркало заднего вида. То есть, это все такие мелочи. Но они, на мой взгляд, ничем не оправданы. Потому что я не могу... Сколько зеркала стоит вставить вот сюда? Сколько? 500 рублей? Так, бардачок, нет подлокотника, нет зеркала для водителя. Регулировка зеркал под ручником, это просто издевательство. Причем, я даже подозреваю, что, мне кажется, сложно было туда это технически засунуть. Тут полно места вообще. Ну, вот здесь, например. Вот. Хоть сюда суй. Вот тут вот. Для чего вот это место? Что? Я ногой нажму на это нечаянно? Нет, конечно, ну-ка, где? Вот. Ну, здесь должна быть регулировка. Регулировка зеркала. В любом нормальном автомобиле так. Тут этого нет. Вот сюда засунули. Под ручник. Так. Открытие багажника кнопкой. Это я показал сзади. Зеркала маленькие, сказал. Стойкие, широкие. Не видно пешехода. Мальчика однажды я не заметил на пешеходном переходе. И хорошо, я просто на пешеходном переходе, в принципе, всегда очень медленно двигаюсь. А, ну, вот, в принципе, смотрите, вот дерево, да. Хоп. Смотрите, и дерева нет. Отличный, кстати, пример. Все. Дерево скрылось за стойкой. Вот, если я вспоминаю, допустим, опять-таки, Кио-Рио, там гораздо более такое широкое переднее лобовое стекло, как мне кажется. Как мне кажется. И уж точно не такие толстые вот эти стойки. Может быть, конечно, дефлекторы дополнительно добавляют. Но дефлекторы, они прозрачные. То есть, это для безопасности. И иногда вот тоже так поворачиваешь как-то направо, налево. Сильно, сильно перегораживает стойка. То есть, это не здорово. Совсем не здорово. Вот, освещение такое номинальное в автомобиле. Все, все вот как-то очень, очень дешево. Пластик. Ну, пластик особо не скрипит. Бог с ним. Вот, в этом плане нормально. Хорошо хоть машина не скрипучая. Вот. Так, это по комфорту, да? Ага. Следующий раздел – это расход бензина. Да, действительно, расход большой. И как по трассе, так и по городу. Вот, средний расход у меня сейчас. Я проехал почти 13 тысяч километров. Средний расход на 100 километров за все это время – порядка 12 литров. Это не по показателю здесь. Здесь этого, кстати, нет у меня почему-то, расхода метра. Это я каждый раз, когда заправляюсь, я записываю, сколько я проехал за этот период. И записываю объем бензина. И вношу в Excel табличку. У меня такой график. Я и по Kia Rio ввел такой график. И по Дастеру он у меня есть. И у меня получается средний расход около 12 литров на 100 километров. По трассе получается где-то 10-11. То есть ниже 10 практически, по-моему, не было вообще. А по городу 12-14. Ну, а если прям очень много я по деревне езжу по бездорожью, то может, соответственно, быть в этот период 15-17, в среднем 16 литров на 100 километров. Но это нужно понимать, что тут ездишь там 5-10-20 километров в час. Тут понятно. И практически все время полный привод, когда по бездорожью. Тут вопросов нет. И из-за этого расхода, то есть я когда покупал, думал, ну, я мало езжу, я не буду обращать внимание на расход. Но психологически это тяжело. И действительно, например, сейчас у меня так получается, что если я начинаю размышлять, там, ехать в какую-нибудь Подмосковье за 100-150 километров от дома или нет, я так сразу у меня в голове там срабатывает, что это там порядка 700 рублей на 100 километров. Я такой, блин, 700 туда, 700 обратно, полторы тысячи, еще неизвестно, снимешь что-нибудь или нет. И меня это останавливает. Это, конечно, очень плохо. Вот это психологический момент по расходу. То, что иногда я отказываюсь от дальних поездок или там поездок, которые связаны с долгим стоянием в пробке, только исходя из соображений скупердяйства. То есть я не думал, что у меня... Я вообще, я не могу себя назвать скупердяем. Я обычно вот на вещи, связанные с птицами, не жалею, там, на технику, еще на что-то. Но вот на бензин иногда такое проскакивает. Я просто в некоторых случаях говорю себе, ты что, офигел? Нашел, зачем экономить? И еду. Но вот, тем не менее, получается, смотрите, допустим, 100 километров от дома, 100 километров туда, 100 километров туда, это полторы тысячи рублей. И это нужно учитывать, потому что там на том же Киарио я это не учитывал. Было там дешевле. Там у меня был расход 6, 7, 6,5-7, ну, 7,5 по трассе, вот. По городу там 12, это прям, когда совсем пробки. И при том, что там был бензин 92-й, я всегда лил Киарио, а тут бензин 95-й. Ну, соответственно, тут 2 литра, а там 1,4. Вот и вся любовь. Вот и вся любовь. Ага, теперь по недостаткам, проблемам, с которыми я успел столкнуться, с учетом того, что все-таки эта машина была с пробегом 50, сколько там, 57 тысяч, что ли, километров, и она 15-го года, а я взял ее в 21-м году. Значит, получается, ну, лет 6-7, да, ей. В этом году я обнаружил, что кондиционер совсем не охлаждает, и вот у нее такая распространенная болезнь, гниют трубки кондиционера. Причем, если саму трубку менять на родную, это очень дорого, там, в районе 40 тысяч рублей трубка эта стоила. И поэтому я где-то в Москве нашел сервис по кондиционерам автомобиля, я заехал, и мне просто запаяли эту трубку, залили новый фреон, и, в общем, пока езжу, пока нормально. Но это вот такой недостаток. Для сравнения та же Kia Rio с 2011 года по 2021, за 10 лет я ни разу, мне на этом, в кондиционерах фреончик мне не поверил. Говорит, не может быть, что ты ни разу не заправлял кондиционер и ничего не делал, он все равно как-то там уходит, фреон. Но я, повторюсь, для особо неверующих, мне, как говорится, сочинять нечего, я ни разу не заправлял кондиционер, и не было у меня проблем с кондиционированием. Kia Rio охлаждал очень хорошо, я практически никогда не использовал на максимум вот этот вентилятор, на четверке, да, там максимальная, где-то на тройку ставил, на двойку, вот в самую жару. И никаких проблем с кондиционером не было вообще никогда. А вот здесь я столкнулся с тем, что трубка, ну, просто прямо-прямо там дырочка маленькая появилась, ну, ее запаяли, посмотрим, насколько хватит. Дальше у меня в какой-то момент, через год, начал свистеть клапан картерных газов, он же называется сапун по-простому, вот я его показывал. И этот свист могут даже иногда спутаться с свистом этого ГРМ, а ГРМ замена это довольно дорогое удовольствие. Вот, и чтобы это проверить, нужно, когда вот машина свистит, как сверчок, я называл сверчком, пока у меня свистел этот клапан, если вынуть во время работающего двигателя этот самый щуп, щуп масла из движка, то этот свист пропадает. Вот если это происходит, то это однозначно свистит клапан картерных газов. Вот, свистит он из-за того, на мой взгляд, что там вот есть в Ютубе посмотреть, говорят, что вот нужно верхнюю мембрану менять. Но, на мой взгляд, свистит она из-за маленькой мембранки, такого колечка резинового уплотнительного, которая просто отлетает. Я сам разобрал этот клапан, посмотрел на Ютубе, как это делается, посмотрел и вот увидел, что маленькое колечко резиновое уплотнительное, оно свободно болтается. И оно, получается, попадает в дырочку, как язычок, и, соответственно, в этот момент, когда попадает, она свистит. А иногда не свистит, потому что колечко опять выходит в нужное положение, свист прекращается. Из-за этого он то свистит, то не свистит. Но от этого вам легче не становится. Машина, естественно, такие звуки издавать не должна. Поэтому я это просто колечко взял, почистил и приклеил на нужное место, на суперклей. И после этого свистеть перестало. Хотя, конечно, по идее, наверное, нужно заменить либо мембраны, либо сам клапан. Ну, родной клапан почему-то стоит дюжи дорого, хотя аналогичная деталь ничем не сложнее и не проще. На других автомобилях стоит там 700-1,5 тысячи рублей. Хорошо. 1,5-2 тысячи рублей. Родной там в районе 12-15 стоит. Ну, это идиотизм. Хотя, на мой взгляд, просто они не должны так по-дурацки делать вот эту мембрану, что она через какой-то промежуток времени отлетает и болтается там в свободном полете и свистит, пугая, естественно, владельца автомобиля. Особенно если свистит ремень ГРМ, то это прямо катастрофа. И нужно как можно скорее его, естественно, менять. Потому что если он порвется, то там это приведет к еще большим затратам. Ну, а, кстати, еще проверить, свистит ГРМ или нет. Если так дополнительно, если на него побрызгать там какой-нибудь смазочкой, он должен на какое-то время переставать свистеть. Если действительно это происходит, ну, тогда нужно вот, да, ГРМ менять. Я даже поначалу думал, что у меня там перестало работать натяжитель. Там еще есть такой вариант, если грязь попадает в натяжитель ГРМ, то он, соответственно, максимально натягивает этот ГРМ и в максимальной натяжке он начинает свистеть и сильно изнашиваться. Что, естественно, тоже плохо. И это тоже относится к негативным сторонам автомобиля этого. Но я пока его не коснулся, слава богу. Возможно, потому что я его не насилую по бездорожью. То есть я не пытаюсь залезть в какую-то супергрязь. Да, вот по лужам я иногда проезжаю. Но лужа не должна никакого серьезного вреда. Вода приносить автомобилю. Ну, поскольку, по крайней мере, даже более с низкой посадкой Рено никаких проблем не было. А по лужам я на ней ездил много. Да и по грязи тоже, кстати. Масло не жрет. Масло не жрет так же, как и Киа Рио. То есть вы, наверное, слышали, что многие там автомобилисты вынуждены там раз в какой-то промежуток времени подливать масло. Но на Киа Рио я просто раз в год всегда именно по... Не по пробегу, потому что пробег у меня был недостаточный для замены масла. А просто раз в год я масло менял. Всегда одинаковое, всегда хорошее, как правило. И никаких проблем не было. И тут вот я тоже первое время следил внимательно за уровнем масла. Но сейчас уже реже стал это делать. Только там перед какой-то серьезной поездкой могу проверить. Ну, в целом масло остается на месте. Масло она не жрет. И так и должно быть. Это не плюс машины. Это просто так должно быть, друзья. Так что что-то хорошее можно сказать про Рено. Так, ну все, переходим. А, практически еще вот про кузов, наверное, надо сказать. Ну, местами что-то подгнивает. Но, на мой взгляд, не критично. Ну, может быть, потому что владельцы до этого, я не знаю. Может, гаражное было хранение. Но я все автомобили у меня... Все. Все два, какие у меня были. Они всегда находятся на улице. Что Киа Рио всегда была на улице. Что вот эта, она тоже на улице. И Киа Рио, кстати, у меня за 10 лет вообще ничего не сгнило. Просто совсем на кузове. Так что, может быть, по этой причине я без проблем его и по трейдену тоже сдавал. Ну, а тут пока терпимо. Хотя, мне кажется, вот где-то в районе багажника что-то там есть. Какие-то следы коррозии. Но не критично. Итого, выводы по автомобилю. Да, длинный получился ролик. Но для тех, кто убирает автомобиль, я знаю, что это не проблема. Я столько видео пересмотрел, прежде чем купил и выбрал Ренодастер, что, думаю, те, кто сейчас тоже обдумывает какой-то внедорожник, вполне смогут осилить этот ролик. Тем более, что самое главное, там, никакого у меня коммерческого интереса. Мне просто хочется поделиться и рассказать вот как есть, как есть об автомобиле. Итого, низкий комфорт. То есть, это как есть, друзья. Прямо я не скажу, что я сильно привередлив. Но комфорт внутри автомобиля низкий. Шумоизоляция есть. Нехорошая, неплохая. Не знаю, средняя, наверное. Но я на дальняк все равно включаю музыку. Причем какую-нибудь там Арию, Алису, кино. То есть, достаточно, чтобы перебить шум вот этих там шин тех же. Ну и шум других автомобилей на трассе. Среднее удобство. Средняя управляемость. Да, управляемость Рио была гораздо выше. Здесь управляемость средняя связана, возможно, с тем, что вот у меня резина, соответственно, АТшная. Конечно, она такая более плавная, да. Но она мягкая, и мне нравится, и я не придираюсь сильно к управляемости, потому что я стараюсь не делать таких маневров, у которых нет запаса по погрешности позиционировать. Хотя, конечно, это может быть важно в критических ситуациях. Поэтому, вот, соответственно, из-за средней управляемости даже не пытайтесь на этом автомобиле там гонять. Единственное, конечно, да, на какой-нибудь скоростной трассе, где все машины едут в одну сторону, да, можно на ней ехать там 100-130, ну, просто ради интереса. Можете проверить, она достойно едет и 140, и 150, но выше я не пробовал, тем более, что это в нарушении ПДД. Так, средний управляемый сказал, отличная проходимость. Вот для меня, для тех, кто не ищет грязь специально, да, особенно, а я к таким отношусь, я говорю, я просто езжу там, где мне нужно, и все. Там, где я вижу, что катастрофа, я и не пытаюсь соваться. Такой вот случай, например, был как раз зимой, я поехал сову снимать и не знал, где лучше ехать, и добрался до участка, где снег не чистили, снег уже был прям под бампер мне, вот. Вот, но я продолжал ехать, и потом я вижу, что я все медленнее и медленнее продвигаюсь, и уже, получается, выступаю как этот бульдозер. И я спокойно вот на таком высоком снегу, да, у меня шипованная зимняя шина, конечно, просто на этом автомобиле я, насколько понял, уже все-таки без шипов лучше не стоит брать. Ну, если только вы совсем только по городу ездите, а тогда зачем такой автомобиль? Вот, я прям сдал назад по этому снегу, развернулся туда-сюда, дрыг-дрыг-дрыг-дрыг, и опять-таки все на автомате, я механику ничего не включал, единственное, полный привод включил, да. И я из этого снежного плена, снежной ловушки, выехал. То есть, это, пожалуй, была самая стрёмная ситуация, когда я уже начинал понимать, что что-то неладное происходит. Но, тем не менее, у меня машина выезла сама, и мне не потребовалось там бусир никакой искать и так далее, тем более в поле найти бы его было проблематично. Вот, а в грязи я вообще не застревал. По грязи она едет как вот по родной стихии. Но, опять-таки, я повторюсь, возможно, это связано с тем, что у меня просто летняя вот эта АТ-шная резима круче по проходимости, чем зимняя. И вот у меня такие ощущения есть, потому что она мягкая, протектор более рельефный. Вот, поэтому, ну, я и не лез, но там, где я, скажем, Kia Rio оставлял раньше, теперь я спокойненько проезжаю на автомобиле. И там, самое главное, да, я когда куда-нибудь заеду по суху, когда начинается там дождь, ливень, я не начинаю прям переживать, что надо рвать когти сейчас, все бросать и ехать скорее домой, выезжать из бездорожья. А из Kia Rio именно так и был, я все время посматривал там, ага, тучка идет, ага, так, а какой дождь, сильный или не очень, и это вот очень неприятно. На этом автомобиле я чувствую себя спокойно, вижу дождь, значит, думаю, ну, дождь, так дождь, значит, мы поедем по грязной дороге, и все. Поэтому вот, а, и очень удобно ездить там, где вот эти вот такие большие перепады высот, где, соответственно, на Kia Rio вообще невозможно проехать, не задев бампером там или защитой картера. На этом автомобиле ты так потихонечку так бры-бры-бры-бры-бры-бры-бры-бры-бры-бры-бры и проехал. Все, ни голову не ломаешь, где там, какую выбрать маршрут. А по обычным таким вот ямкам я вообще еду, и, кстати, в этом плюс опять же автоматы, я могу спокойно там достать фоторужье, и вот только педаль, тормоз, газ, тормоз, газ. И все, руль уже не важен, ты там примерно едешь по этой дороге. Так что вот и проходимость То для чего я брал автомобиль Он свои функции выполняет Как инструмент И распространенная модель Вот это тоже важно для меня было Я кстати, мне иногда говорят Почему Canon Ну вот по этой же причине Duster Из внедорожников Потому что Canon вы всегда легко продадите Легко купите любой объектив Любой аксессуар Просто потому что он самый распространенный На втором месте уже идут там Nikon Sony, Panasonic Сейчас вот они хорошо заняли тоже нишу Но все равно Canon соответственно выше В этом плане Поэтому у меня так исторически сложилось Что Canon Так и тут Duster Я среди прочих аргументов Когда я выбирал Была распространенность автомобиля в России И это сказалось Вот когда я пострадал от дерева Так вот Ну и заключение Какая была альтернатива Да, когда я рассматривал Когда мне там советовали все На работе особенно Это вот Niva Но Niva это антикомфорт И там совсем мало места внутри А у меня вот все время машина Забита моим оборудованием И заднее сидение Иногда даже неудобно Едешь, а подвезти человека не можешь Все забито Все Здесь вот могут быть там сапоги Забродники на переднем сидении валяться Дальше УАЗ Ну УАЗ Тяжелый Тоже Как же как и Niva Вот я их всерьез не рассматривал Может быть как вторая машина Niva Да, удобно Но это если есть еще одна Ну две машины для меня накладно Поэтому я вот одну продал Другую купил Вот так Я из этих соображений Всерьез или не всерьез Но я несколько автомобилей рассматривал Это вот Сузуки Сузуки Гранд Витара И она действительно по комфорту Просто наголову выше Дастера Очень удобно внутри Все продумано Но из минусов соответственно Она гораздо дороже Это автомобиль все-таки более высокого класса Как мне кажется Сузуки Гранд Витара И она При том же возрасте При тех же сопоставимых характеристиках Она просто дороже Там на 100, на 200, 300 тысяч рублей Тогда была разница И самое главное Она в ремонте соответственно дороже И достать запчасти тоже сложнее Чем с Дастером Вот из-за этого Силия всерьез не рассматривал И Kia Sportage примерно тоже С той же оперы Тоже внутри кстати Там места очень немного Kia Sportage Даже меньше чем Kia Rio Я не знаю как так Но вот так Ну и дороже В том числе и обслуживание А другие Другие внедорожники Я наверное сильно не рассматривал Там какая-нибудь Toyota Или еще что-то Потому что они вообще сильно дороже Сильно дороже чем Дастер А Дастер это вот именно такой Фермерский вариант Знаете деревенский вариант Этим он мне и нравится Поскольку я вырос в деревне Хотя вот я так и ругаюсь На недостаток комфорта Внутри Но это все Терпимо Потому что во-первых Я Самая дальняя дистанция Это у меня От Москвы до деревни Меньше 300 километров Я за Три Три с половиной часа Иногда могу Это расстояние Проехать И в общем Как вы понимаете Потерпеть можно А можно и выйти Прогуляться Птичек понаблюдать Я вот это дело Иногда Протекую Надеюсь Этот обзор Был кому-то полезен Повторюсь Он не предвзят И вот он как есть От обычного пользователя Не избалован Автомобилями Хотя некоторые Все-таки мне Получалось Там те же Ниссан Экстрейл Поездят на современном Да Я понимаю Что это круче В общем Да Такой Такой обзор Всем пока Всем добра Субтитры сделал DimaTorzok